Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить заливной пирог, а в качестве начинки у нас будет лук и яйца. Для начала мы поставим в духовку разогреваться до 180 градусов. После этого, как мы поставили на разогрев духовку, мы начнем с нарезки лука. Лука мы взяли примерно 200 грамм и приступим к его нарезке. После того, как нарезали лук, отправляем его под емкость, куда мы будем посыпать нашу начинку. После того, как нарезали лук и убрали его, приступаем к нарезке вареных яиц. И также добавляем их в нашу емкость. Яиц. Для данного пирога нам понадобится примерно 8 штук. Нарезав яйца, мы добавляем их в емкость к луку. И начинаем добавлять специи, а именно соль и перец. Соль и перец добавляются по вкусу. В нашем случае это будет 1 чайная ложечка соли. И перец на глаз. Также мы добавляем масло. В нашем случае это оливковое, но также можно добавлять и растительное. В нашем случае в количестве 1 столовой ложки. И перемешиваем содержимое нашей емкости. Отложили начинку в сторону и теперь займемся основой. Для этого нам понадобится 800 миллилитров кефира, около 100 грамм сливочного масла, которое мы добавляем к кефиру, чайная ложка сахара, чайная ложка соли, полторы чайной ложки разрыхлителя, который мы тоже добавляем к кефиру. И также добавляем к кефиру 4 яйца. После добавления всех ингредиентов начинаем добавлять муку. Муки нам всего понадобится около 550 грамм. Добавляем муку и начинаем все это перемешивать. Итак, замесили мы тесто, оно получилось достаточно густым. Примерно как на ладьи. И теперь выливаем половину от общего количества теста в емкости на противень. Противень у нас застелен пергаментной бумагой, ну а также его можно смазать оливковым маслом. Теперь разравниваем тесто по той части, которая у нас застелена бумагой. Распределив ровным слоем тесто по поверхности противенью, мы начинаем добавлять туда нашу начинку. Вместо пергаментной бумаги можно использовать любое масло, не обязательно, что оно должно быть оливковым. Добавив начинку на наше тесто, теперь мы начинаем поливать это все оставшимся тестом, которое у нас осталось в емкости, и распределим это после ровным слоем по всей поверхности противень. Закончив распределять тесто по поверхности начинки, мы убираем наш пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Если кто-то хочет сделать для своего пирога более красивую корочку, то за 5 минут до истечения полного времени нужно достать пирог и смазать яичным желтком. А теперь убираем пирог в духовку. По истечению 40 минут выключаем духовку и достаем оттуда наш пирог. Смотрим, что получилось. А получился у нас вот такой отличный красивый пирог, который мы, пока он горячий, смажем сливочным маслом. Вот такими легкими движениями промазываем каждый уголок и всю полностью поверхность нашего пирога. После дадим ему минут 10 остыть и более подробно посмотрим, что получилось и как он на вкус. Итак, мы дали нашему пирогу остыть и его попробовали. Пирог получился просто отличным. Тесто пробеглось, оно идеальное по консистенции. Сейчас оно очень мягкое и все получилось очень вкусно. Этот пирог отлично подойдет тем, кто не хочет заморачиваться с лепкой пирожков, например, с луком-яйцом, а просто можно сделать один большой пирог. Так как по своим вкусовым качествам он ничем не отличается от пирожков, но делать его на порядок проще. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья!